Это всё есть в реальности. Я знаю таких людей, у которых есть такие сверхспособности. Ты знаком, ты говоришь, с такими людьми? Я не то что знаком, я сам такое испытывал. А, замедление времени. Да. Вот как только он проявит эту волю, только после этого ему всё это откроется. До тех пор для него это просто сказка, фантастика. Вот как только любой скажет, я хочу то-то или то-то, вот тогда начнут происходить чудеса. До этого момента ничего этого не будет. Будет простой, обыкновенный физический мир. Чтобы разбудить народ, нужно научить их проявлять свою волю, дать знание, как использовать эту волю. Чем больше будешь проявлять свою волю, тем больше у тебя будет мощи духа, потому что ты научишься управлять этим миром через свою волю. Творец-то для чего нам эту свободу воли дал? Чтобы мы научились проявлять эту волю. А многие даже не проявляют эту волю. Как сказали, так и сделал. Всё. Не отпадали, не сделал. Давай на примерах разбираться вместе. Что такое дух, что такое душа и что такое физическое тело. Давай. Не хватает людям силы духа. У духа есть мощь. Я говорю о первичном образе, который творец задумал. И поэтому мы как раз и не понимаем друг друга. А что такое явление? Это то, что мы видим в яви, наяву. Ключевая проблема – восприятие. Ни хрена подобного. Пощупать, потрогать. Видишь, в трёх соснах заблудились. Вот оно здесь. Вот это и есть явление. Разбираем по слогам. В ось виятие. А образ первого творца, он вообще один. А явления разные. Как пробуждать эту мощь духа? Вопрос главный. Кто я? Вот внутри физического тела кто? Это свойство твое. А кто ты? Круто, круто. Хороший вопрос. Универсальное определение. Короткое. То есть условия необходимости и достаточности. Есть такая подсловица – пал духом. А духа-то нет. И осознанности гораздо больше, чем у этой маленькой тявкалки, которая способна действовать. Одним взглядом можешь так посмотреть, что мощь духа необходима, чтобы действовать и бездействовать. Это тот самый поток света. Ну, не иститки же? Не иститки, нет. Не, ну, иногда иститки. Надо найти крайности, чтобы определить золотую середину. Не надо, мне будет холодно. И вот когда тело уже кричит – всё, кирдык. Потому что я знаю, что это мне принесёт в итоге здоровье. Методом познания крайностей находим золотую середину и проверяем всё на примерах. Всё начинается с вопросов. Вопросы двигатель по прогрессе. То есть душа ощущает. Подал душу дьяволу тот самый канал и поток, через который ты получаешь либо свет, либо тьму. И в душе у него царит тьма. И там, и там можно бессмертия достичь. Но вопрос, каким путём? Принцип всего мироздания, принцип весов. Он осознал, что он может сделать выбор. Сын оказался мудрее. В любой момент любой человек может сделать осознанный выбор туда или обратно. У меня происходит замедление времени. И я вижу, как каждая пуля летит в мою сторону, и я начинаю от них уклоняться. Они говорят, как так? Я говорю, вот так. И я понимаю, что я не один такой. Я понимаю, что таких много. Я понимаю, что такие способности есть у всех. Хотя бы мысленно проявите свои воли. Такая тема, что не хватает людям силы духа, чтобы заявлять, по сути, свои естественные права, на которые они имеют право от рождения, от всего. И это сейчас в целом не хватает народу. Как, вот ты видишь, как пробуждать вот эту силу духа народную, чтобы, ну вот, своё тоже видение мне интересно. Потому что сейчас прямо идёт вот это вот разделение, да? Вот она сильных духом, кто отстаивает свои права, и слабых духом, тех, кого вык***ывают и так далее, и загоняют вообще там непонятно куда. Так, во-первых, у духа нету силы. Да, подожди, не перебивай, я же начал разговаривать. У духа нету силы. Сила — это физический показатель, характеристика, именно мышечная характеристика. То есть сила в мышцах находится. Сила есть у физических процессов. То есть сила действия и сила противодействия. У духа есть мощь. Это ты говоришь на самом деле про волю, а не про мощь духа. Потому что мощь духа — это одно, а вот воля — это другое. Люди не проявляют волю, их никто не научил проявлять волю. Они привыкли подчиняться, то есть подчиняться чужой воле. Они привыкли действовать в соответствии с чужой волей. Просто надо согласиться с этим молча, и всё. А те, кто проявляют волю, вот они с помощью своей мощи духа проявляют свою волю. С помощью мощи духа проявляют... Вот это ты мне хорошо сейчас расставил. То есть сила воли — это я понимаю, а вот мощь духа — это я, так скажем, впервые... Подожди, я тебе ещё раз поясняю. Сила — это физический процесс. Это физическое понятие из физики. Сила действия и сила противодействия. А как же сила воли? Нету такого понятия «сила воли». Потому что сила относится к физическим процессам. Воля — это не физическое явление, это духовное явление. Психическая сила? Что это такое? Нет тоже такой силы. Смотри, Антон, я сейчас тебя понимаю, о чём ты говоришь. Подожди, подожди. Вот любую силу физики можно измерить. Ты можешь измерить силу психического, психическую силу? Да, можно измерить силу эмоций. Это делается с помощью определённых аппаратов. Ты можешь измерить только силу эмоций, которые проявляются на физике. То есть как сильно напряглись мышцы, как сильно эти… Нет. Они одевают на голову определённые рецепторы. И человек просто, когда думает о чём-то, у него внутри происходит переживание эмоциональное, и аппараты всё это регистрируют. Они регистрируют последствия, а не силу психологического, а не эмоцию. Они регистрируют электрические сигналы, которые возникают вследствие эмоций. Правильно. Ну так они измеряют чего? Силу психическую эмоции или силу электрических импульсов, которые возникают в результате эмоций? Вот смотри, есть. Да, они извлекают, как ты говоришь, вот это вот вылетело из головы. Но я смотри сейчас, с какой точки зрения смотрю. Просто я давно уже тоже занимаюсь исследованием вот этим вопросом. Есть тело у нас, да, есть психика, либо душа, и дух. И это, ну, я смотрю с точки зрения не терминологии, потому что привязка к терминологии, она зачастую уводит в сторону. Я смотрю с точки зрения явлений. То есть можно разными словами и разными терминами описать одно и то же явление. Например, как солнце, да, в разных странах оно описывается разными словами, но это одно и то же явление. И то же самое есть девять психических или душевных способностей или свойств, да, по-разному можно называть. И, то есть у нас, то есть вот ты утром просыпаешься, и ты чувствуешь силы в себе какие-то, да, то есть энергию какую-то ты чувствуешь. Это относится, то есть и в течение дня ты управляешь, например, своей силой и энергией. То есть как ты, это что это за процессы? Ты их каким относишь? К физическим, к душевным или к духовным? То есть управление силой, а, например, чувство, глубокое чувство вот этого комфорта, дискомфорта, вот эти ощущения, которые вот эти два базовых ощущения, нашей психики или нашей души, они входят во все пять органов чувств. Слишком светло, некомфортно, слишком темно, некомфортно, нужна какая-то золотая середина. Также они входят в пять органов действия. Потом дальше мы, у нас есть силы какие-то комфортные, обстановка у нас наружу, и мы начинаем действовать. То есть мы действуем и получаем какой-то опыт, и накапливаем этот опыт, память опыта. Дальше мы получаем позитивный, негативный опыт. И позитивный, негативный опыт вызывает позитивные, негативные эмоции, пробуждает эмоции. Дальше сила эмоций, позитивных негативных, пробуждает силу воли. То есть позитивные эмоции пробуждают добрую волю, негативные эмоции пробуждают злую волю. И дальше мы становимся перед выбором, какую выразить эту волю, добрую или злую, в форме созидательной силы любви или разрушительной силы ненависти. Дальше мы выражаем, то есть это уже речение, то есть выражение. То есть мы выражаем также с помощью действия, речи, взаимодействия, вот эту созидательную силу любви или разрушительную силу ненависти. Потом у нас есть мыслительные процессы. Мы мыслим. И потом есть процесс понимания. То есть вот эти все девять процессов, это к чему относятся? Как ты видишь? К телу? К душе? К психике нашей? Или к духу? Ясно. Ты, короче, начитался умных книжек. Нет, это не умные книжки, это исследование, это личное исследование. Да? Да. А что это за личное исследование, если ты путаешь слова мощь и сила? Я не привязываюсь к словам, я исследую явления. А вот плохо, что ты к словам не привязываешься, потому что определенное слово несет в себе определенный образ. Если ты какое-то явление называешь другим словом, которое не относится к этому явлению, ты накладываешь определенный образ, скажем, образ табуретки накладываешь на образ стакана. То есть ты начинаешь стакан называть табуреткой. Вот рано или поздно он станет табуреткой. И вот это понимаешь? Ну смотри, а что образ, я могу накладывать ошибочно какой-то образ, но что первично, что фундаментальнее? Суть явления или название этого явления? Потому что когда я общаюсь с разными людьми, я им объясняю, если я объясняю суть явления, как бы человек понимает. Одному можно с одними словами объяснить, другому другими словами объяснить. У каждого, наша проблема сейчас, у большинства людей, то, что наши понятийные аппараты, они у всех раз разные. А суть явления не меняется, понимаешь? Суть явления-то не меняется. Первичный образ. Почему образ? Потому что. Ну образ, смотри, это вот Солнце. Вот что первично, само Солнце или его образ в твоей голове? Образ. Почему? Ну потому что Солнце может быть как, видимо, напрямую, так и в отражении, так и через фиолетовые и красные очки. Это же всё равно Солнце, правильно? Ну видеть мы можем его под разными углами, я согласен. И от этого меняется его образ, правильно? В твоей голове. Образ в голове меняется. А как? Нет. Нет. Я говорю о первичном образе, который Творец задумал. Подожди, первичный образ Солнца, он не меняется от того, что ты на девочке или в зеркало посмотрел на Солнце. Меняется твоё восприятие. А образ Солнца как был, так и есть. Да, всё правильно. И в понятийном аппарате вот это наше восприятие, оно и накладывает. То есть мы своё восприятие накладываем, своё образное восприятие можем накладывать на одно и то же явление. И поэтому мы как раз и не понимаем друг друга. Зачастую люди, непонимание за счёт чего происходит. Потому что у меня одно восприятие этого явления, а у тебя, например, другое восприятие. Явление-то не меняется изначально. А образ твой и мой образ, они могут быть разными. Не ошибаешься, явление меняется. Ну как явление Солнца может меняться? Вот явление гравитации, как оно меняется? Я же тебе только что разъяснил. В зеркало один смотрит напрямую на Солнце, другой смотрит на него в зеркало. Это восприятие меняется, а не явление. Явление остаётся неизменным, таким же, как и было. То есть ты смотришь в зеркало на отражение Солнца, я смотрю через очки. Я говорю, Солнце коричневое. А ты говоришь, Солнце жёлтое. Моё восприятие через очки, твоё восприятие через зеркало. А другой смотрит напрямую, а другой смотрит напрямую. А Солнце, оно белое, оно меня слепит. У него третье восприятие. Да ё-моё. Ты вообще зачем позвонил? Я вообще не вижу смысла в этих разговорах. Ты просто не даёшь мне досказать свои мысли. Всё, молчу. Ты берёшь двух человек, а представь, вот ты смотришь на Солнце через коричневые очки, а другие сто человек смотрят через голубые очки. И они говорят, Солнце голубое. А ты говоришь, нет, оно коричневое. На самом деле-то оно жёлтое. Ну так ты и говоришь, что явление не изменилось. Оно и изменилось, и не изменилось. То есть оно не изменилось, скажем так, для тех, кто напрямую на него смотрит. Оно изменилось в сторону коричневого цвета для того, кто смотрит на него через коричневые очки. И изменилось в сторону голубого цвета для тех, сто человек, которые смотрят на него через голубые очки. То есть вот ты говоришь, явление не изменилось. А что такое явление? Это то, что мы видим в Яве, наяву. То есть вот своими глазами. Мы же видим глазами, правильно? Если ты накладываешь фильтр какой-то, значит, явление уже изменилось. То есть оно является в синем цвете. И? Ты просто говоришь, что явление не изменилось. А я тебе говорю, изменилось. Ну смотри, ты сейчас сам говоришь. Ты, смотри, задал мне сейчас вопрос один до этого, зачем я позвонил, да? То есть я могу начать с этого вопроса. То есть я, в принципе, уже отвечал на него. То есть я сейчас вижу, что вот как раз из-за этих процессов и происходит вся проблема. То есть есть явления разные, есть разные восприятия этих явлений. И за счет этого людей между собой сталкивают. Да никто никого не сталкивает. Просто один так, под одним углом в виде, другой под другим. У каждого свой опыт уникальный. Ну а средства массовой информации же создают, правильно? Определенный фильтр восприятия. Правильно? Да. И с помощью этих фильтров восприятия они как бы влияют на определенные массы и руководят определенными процессами. Но задача у осознательных людей, мужчин и женщин, сбросить эти фильтры и быть более осознанными. То есть пробудить мощь духа, как ты говоришь. Я согласен с этим. Пускай это будет мощь. Я изучу, глубже в это понятие проникну, и уметь проявлять свою силу воли. Если, опять же, с твоей точки зрения, слово «сила» применимо к воле. Но существует вот эта проблема. Ключевая проблема – восприятие. Потому что есть явление, я еще раз повторюсь, и есть восприятие этих явлений. И ты говоришь то, что меняется явление через восприятие. А я говорю, то есть я не только это утверждаю, я могу это и доказать, то, что меняется только восприятие. А само явление остается неизменным. Ты путаешь слова. Опять же, видишь, ты не придерживаешься четкой терминологии и думаешь, что явление и образ – это одно и то же. Я не думаю, что явление и образ – это одно и то же. Подожди, я тебе говорю о том, что образ, он первоначально задуманный Творцом, он не изменился. А изменилось явление этого образа через какие-то очки. Вот я тебе и об этом говорю. То есть явление и образ – это разные понятия. А ты меня сейчас пытаешься… Я понял, о чем ты говоришь. Я понял, о чем ты говоришь. Подожди, дай договорить. Ё-моё, что за привычка перебивать-то? Ну понял-то, понял-то. Так смысл тогда разговора, если я тебе начинаю говорить, а ты уже всё понял. А у тебя получается, что ты мне то же самое говоришь, просто ты вместо слова первоначальный образ Творца Солнца, ты мне говоришь, что явление не изменилось. Вот ты вот этот первоначальный образ Творца называешь явление. А по сути-то ты не разобрался в слове-то явление. Что такое явление? Это то, что мы видим в Я-Ви своими глазами. А раз на глаза наложили фильтр, явление уже изменилось. А ты это называешь восприятием. Понимаешь? То есть нужно чёткую терминологию использовать. Ты говоришь, что это неважно, там можно разными словами назвать, и хрена подобного. Вот из-за этого, из-за того, что люди, не понимая значения слов каждого, которые они произносят, они друг с другом разговаривают, ты говоришь образ, я явление, он восприятие. И вот мы друг друга вообще не понимаем. Он про одно говорит, называет это вторым словом, а пытается донести смысл про третье слово. А если мы все втроём договоримся, что образ первоначальный — это именно образ, что наложение фильтра меняет явление этого образа для человека, и он начинает воспринимать этот образ первоначальный через глаза, то есть через явь, через чувство, через орган чувства, это именно зрение, он начинает по-другому воспринимать. Вот когда мы это всё между собой обговорим и будем одинаково мыслить и одинаково употреблять одни и те же слова для одних и тех же явлений, образов и восприятий, вот тогда мы друг друга поймём. А до тех пор, пока ты говоришь, что это явление изменилось, вместо того, чтобы сказать, что... А, явление не изменилось, вместо того, чтобы сказать, что образ первоначальный, замысленный творцом, он не изменился, а само явление за счёт фильтра... Ну, ты понял, да? Да, да, я понял, но я хочу сейчас уточнить. Можно просто ещё раз повторить для особо одарённых, так скажем? Давай, вот то, что ты сейчас проговорил, я прямо хочу под запись. Образ, то есть это изначальный образ, то есть равно факт. Можно так сказать? Нет, не факт. А какая будет синоним слова образа в твоей терминологии? Образ? Ну, прототип, проект. Прототип, прототип, проект. Вот видел эту техническую документацию, допустим, на автомобиль? Там всё расписано. Да, да, да. Какие детали, какие болты там, какая резьба там, миллиметры там ещё, всё расписано. Но проект, проект — это же теоретическая составляющая. А когда машина уже готова, автомобиль, то есть вот он, этот воплощённый в материи, этот факт. Да, да. То есть, и чем отличается, то есть вот образ — это что? Это проект или вот этот факт, воплощённый в материи? Нет, образ — это именно проект, это информационная составляющая. Вот, я для себя проясняю твой понятийный аппарат. Всё, я для себя записываю. Образ. Так, образ — это равно проект. Проект — это равно информация. Информация. Тогда образ. Дальше. Третья. Ты как дальше стал описывать? То есть, есть образ изначально первого творца. Правильно? Потом дальше у нас есть явление, да? Ну да, вот машину собрали. Ну, неважно, откуда она, короче, вот она есть в яви, то есть явилась. Есть в яви. Есть в явлении. То есть, в яви, а то есть, это вот материальная сумма, то есть, материально проявлено. Материализация, да. То есть, явь — это есть факт, правильно? Ну, у нас же есть и явный мир. Материальный факт, материальный факт. Материальный факт. То есть, да, есть разные виды фактов. Я говорю, что о материальном факте. То есть, явленное — это материальный факт, правильно? То, что есть в явном мире, то, что мы можем увидеть, пощупать, потрогать через органы чувств. Еще какой синоним явления у тебя и в твоем понятийном аппарате? Я записал материальный факт. Еще есть синонимы явления? Не знаю, могу подобрать. Пока не можешь подобрать. Хорошо, материальный факт подходит, чтобы мы понимали друг друга немножко? То есть, явление есть, материальный факт? Нет. Не подходит. А какой тогда подойдет? То есть, то, что мы можем пощупать, потрогать, всеми пяти органами чувств можем исследовать. мы материальные факты можем исследовать. Подожди, именно через органы чувств то, что мы можем воспринять. Да, 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 я об этом. Вот машину, машину можно понюхать, увидеть, там, попробовать на вкус, потрогать. Да, да, да. Вот, вот, если я это через органы чувств воспринимаю, значит, она существует. То есть, она есть в явном мире. Да. Материальный факт это то, что есть в явном мире. Но и только материальный факт, мы можем воспринимать через органы чувств. Правильно? Да, да. То есть, материальный факт, как бы, ну, нам просто, сейчас идет процесс синхронизации двух разных понятийных аппаратов. Когда мы их синхронизируем, дальше сможет, тогда диалог сможет продолжиться, чтобы не было вот этих запинок. Потому что я тебя прекрасно понимаю. То есть, с моей точки зрения, я на явление, то есть, добавляю материальный факт, чтобы мне было понятнее. Тебе это так понятно, как синоним? Да, пожалуйста. Благодарю. И дальше, ты дальше начал описывать процесс, и я тогда уже начал сбиваться, потому что ты своим понятийным аппаратом его описывал. Сможешь сейчас повторить? Есть изначальный образ первого творца, который явил это в яви, правильно? Это солнце. мы его видим, этот материальный факт. И дальше у нас есть то, как мы по-разному можем воспринимать одно и то же солнце. Это ты каким словом называешь? Ну, ты называл явление. То есть... Нет, я называл это восприятие. Явлением я называл сам материальный факт. Вот я солнце называл, вот я вижу материальный факт. Это я называл явление. Видишь, в трёх соснах заблудились. Да, естественно, так и происходит всегда обычно. Мы в каждой разные слова используем для описания одного процесса. Да, да, да. Ну, вот восприятие, то есть солнце, вот слово явление, оно больше подходит к тому, что как я воспринимаю солнце. Вот, помнишь такие фразы из сказок? Явись передо мной, там, как конь перед травой, или что-то такое. Но явись, это в явь, то есть приди в явь, то есть и там кто-то является в этой сказке. Ну, да, типа он там где-то, неизвестно где, на каком-то плане, там, тонком или ещё каком-то, за явью, где-то там во сне, я не знаю где. Он говорит, явись передо мной, то есть вот здесь сейчас вот, чтобы я мог почувствовать, потрогать, там, увидеть, там, понюхать, вот явись. Вот это называется явление. То, что в яви, вот оно, здесь, вот это и есть явление. Я согласен с этим. Руцария для меня является жёлтым кругом на небе. Смотри, ты сейчас вот начал, я могу уже говорить? Закончил? Конечно. Хорошо. У нас же диалог. Да, у нас диалог, но я иногда вот, нужно всегда, с разными людьми, по разной паузе. У кого-то короче, у кого-то длиннее. Смотри, то есть ты говоришь то, что явление для тебя сродни с восприятием. А вот я здесь немножко по-другому это. То есть моё восприятие, это моё представление об этом явлении. Я сейчас приведу другой пример. Вот, например, есть гора, какая-то большая гора, и 10 человек собрались на эту гору. И каждый из 10 человек живёт по разные стороны от этой горы. То есть они все созвонились, и вот один видит с одной точки зрения эту гору, другой с другой точки зрения, третья, третья, это говорит, так, нам нужно для того, чтобы подняться на эту гору, там, альпинистское снаряжение, потому что с его точки зрения эта гора, она скалистая. А другой говорит, а нам нужно, чтобы подняться, нужно там в походное снаряжение, чтобы там у нас там леса, там ещё что-то. То есть и каждый, понимаешь, описывает это явление с разной точки зрения и выдаёт своё восприятие. Понимаешь? То есть я... Да, правильно. И вот это есть восприятие. в твоём понятийном аппарате восприятие явления каким словом ты называешь? Вот смотри, даже на примере одного человека поясню тебе. Вот солнце на небе явилось передо мной в качестве круга, круга жёлтого. Явление одно, жёлтый круг на небе. Вот это явление солнца. А восприятие, что такое восприятие? Разбираем по слогам. В ось приятие. Что такое ось? Это вот тот самый стержень, о котором говорят, то есть тот самый столб света, который идёт от Творца. То есть в свою ось, то есть в себя приятие. То есть как я принимаю вот это явление. И соответственно, в зависимости от настроения, от выспанности, от времени года, то есть зимой я воспринимаю одно и то же явление, один и тот же круг на небе, жёлтый. Зимой я воспринимаю, как это, ну, светит и светит. А летом мне приятно, я хочу загорать. То есть восприятие другое совершенно. Да, да, всё. С этим мы прояснили. То есть восприятие ты воспринимаешь так же, как восприятие говоришь. Это мои внутренние ощущения, разные ощущения внутренние одного и того же явления физического. Я тебя услышал и с этим я стал полностью согласен. То есть слово восприятие мы одинаково воспринимаем. Слово явление я сейчас понял. То есть это ты как факт, а образ, это образ первотворца. То есть вот я, потому что для меня вот в чём глюк был. Ну да, смотри. Смотри, смотри. Вот явление «жёлтый круг на небе», он для всех одинаковый. Все скажут, вот ты им пойдёшь, скажешь, как является Солнце. Они тебе все, все однозначно ответят «жёлтый круг на небе». Да. Одно и то же скажут разными словами. Вот это явление. А как они его воспринимают, один скажет, я рад Солнышку, другой скажет, да оно меня обжигает, у меня волдыри на нём, или там я обгорел, или ещё что-то. Или да оно задолбало уже весь, белые ночи задолбали, быстрее бы темно было. И т.д. и т.п. Вот это и есть. Ось приятия. Каждый свою ось воспринимает по-разному. Да, согласен полностью. А явление одно и то же. А образ первого творца, он вообще один. Он один. Потому что, смотри, явление может искажаться за счёт того, что там облака, там, я не знаю, ну, допустим, на экваторе оно строго вверху, да, ну, там, высокое солнце. На севере — это низкое солнце. Это разве явление, извиняюсь, что перебиваю, это разве явление искажается? Это моя удалённость или моя точка нахождения по отношению к этому явлению влияет на его восприятие? Нет, воспринимать ты можешь это. Восприятие — это твоё личное ощущение, как ты смотришь на это, воспринимаешь это явление. Угу. Но, смотри, первообраз, он один-один. Он меняется вообще никак. Это вот образ Солнца. Но является Солнце для тех, кто на экваторе в одном образе. То есть, образ меняется за счёт расположения. Потому что явление Солнца на экваторе, оно, ну, в верхней точке находится и очень далеко. А на севере это явление происходит на уровне горизонта. То есть, Солнце почти на горизонте всегда. Ну, я вот на севере живу, у нас Солнце совсем по-другому это является, нежели на экваторе. Смотри, будем... Явление тоже меняется. Я понял, о чём ты говоришь, но в моём понятийном аппарате это что-то среднее между явлением, как материальным фактом, да, и восприятием. И пока я не понимаю, что это и каким словом это назвать. То есть, это, понимаешь, набор, это есть явление неизменное, как материальный факт, да, и есть набор ещё к этому явлению, моих, как бы, моей удалённости от этого явления, ещё чего-то, да, то есть, вот этих разных факторов других, которые, соокупности, которые, вот это, так скажем, изменяют явление с моей точки зрения. Я понял, смотри, я тебе поясню на примере, подобрал я пример, значит, скажем, два человека смотрят на Солнце одновременно, при этом один из них находится на экваторе, а другой на севере, в одно и то же время. Причём, разбег у них по, как тебе сказать, с запада на восток, ну, разница там, допустим, семь часов. Я смотрю, это в Москве, а ты там во Владивостоке, где-то. Так вот, ты видишь солнце в зените, то есть, 12 часов где-то наверху, явление для тебя, это в золотый круг, где это, всё яркое, он наверху. А я в Москве, а я в Москве, допустим, ну, не в Москве, там где-то это, часов через семь. Ну, допустим, в Сургуте. Я смотрю на одно и то же солнце, на один и тот же образ Творца, но он для меня является совсем по-другому. Для меня он уже на горизонте, и он не жёлтый, а он красный, и он, ну, на закате. Понимаешь? Да, это я понимаю. образ один и тот же, а явления разные. Явления. Соответственно, восприятия разные. Является, да, по-разному, по-разному, для разных точек зрения. Так, хорошо, давай остановимся на этом. Я, в общем, мы как бы синхронизировались в плане вот этих вот ключевых, базовых понятий, образа, явления и восприятия, насколько я чувствую. И вот смотри, если мы говорим о мощи Духа, да, то есть, вот сейчас у народа не хватает мощи Духа. Как ты думаешь, с чем это связано, и как пробуждать эту мощь Духа? Потому что, ну, те, кто пробудились, они в любом случае чувствуют определённую ответственность с кем им и как дальше жить. Да? Мощь Духа не вырастет до тех пор, как-то сказать, мощь Духа, это вот как заряд батарейки. А чтобы эту батарейку зарядить, большинство, как тебе сказать, воля, ну, можно и так назвать это как батарейка. Вот мощь Духа это ёмкость вот этой батарейки. Там, допустим, 1000 мА. Вот тех, у кого эта батарейка заряжена по максимуму, они как проявляют волю? Они подсоединяют эту батарейку, ну, допустим, к пульту. И пульт тогда начинает действовать. Это называется проявление воли, когда он подсоединяет свою, используя мощь заряда своей батарейки, мощь Духа, путём проявления воли, то есть, действием каким-то, подсоединяет батарейку к пульту. Допустим, говорит, что он хочет. Я хочу, чтобы пульт заработал. Ну, тем самым, он свою батарейку вставляет в этот пульт. И пульт начинает работать. Так вот, многие даже понятия не имеют, что можно, что у него есть эта батарейка, что её нужно зарядить мощью духа, что нужно получить знание, что вот это и есть батарейка, что она обладает ёмкостью, что её можно применять, что её можно вставлять в пульт, чтобы пульт включил там телевизор. И вот этих знаний нет. Соответственно, чтобы разбудить народ, нужно научить их проявлять свою волю, дать знание, как использовать эту волю. Чем больше будешь проявлять свою волю, тем больше у тебя будет мощь и духа, потому что ты научишься управлять этим миром через свою волю. Творец-то для чего нам эту свободу воли дал? Чтобы мы научились проявлять эту волю. А многие даже не проявляют эту волю. Как сказали, так и сделал. Не сказали, не сделал. Я с тобой согласен. Тогда смотри, очень хороший пример ты привёл, и я со своей, вот ты прям такой, прям простой пример привёл именно, ну, то есть это метод, так скажем, аналогия, да? А я хочу посмотреть с точки зрения самих явлений, вот на твой же сам пример, на твой же собственный пример. Вот смотри, как я воспринимаю, да, то есть именно как я воспринимаю вот этот процесс, который ты описал. Дух, вот я воспринимаю дух, вот как я могу вообще самоосознать себя как дух? Вот, например. То есть я самоосознал себя как дух, как наблюдатель, как сознание. Это вот моё собственное, так скажем, самоопределение, да? И я наблюдаю своё тело, я могу наблюдать своё тело вокруг материальные, вот эти другие явления, которые окружают моё тело. Также я могу наблюдать свою душу или психику, описывая её вот эти девять процессов, да, которые я уже описывал. И я есть дух, который, собственно, наблюдает вот эти процессы, и чем внимательнее я наблюдаю эти процессы, тем лучше я могу ими управлять, тем лучше я могу осознавать, что происходит с моей той же самой силой воли и как ей управлять. То есть как управляться вообще со всем вот этим вот вот этим телом и душой и всем остальным. Как ты, у меня вопрос, как ты воспринимаешь, что такое дух? Давай на примерах разбираться вместе, что такое дух, что такое душа и что такое физическое тело. Давай. Физическое тело, понятно, да? Вот оно, мы его видим, мы его ощущаем, мы в нём находимся. Ну, я вот в своём физическом теле нахожусь. Я, вот я, моё физическое тело, я считаю, что нет. Иногда я бываю в других физических телах, во сне, конечно, но бываю, вижу себя в других физических телах. Значит, я это не физическое тело, правильно? Ну, у кого-то есть такое опыта, у кого-то нет такого опыта. Кто-то считает, что, ну, как минимум моё, потому что я им могу управлять в течение какого-то времени. Вот родился от одной доски до другой доски, да? То есть, могу им управлять, а оно моё. Правильно, моё. А кто я? А кто я? Хорошо. Кто я? Ну, я-то считаю себя наблюдателем. И я наблюдаю дальше вот тело и наблюдаю психические процессы. Вот я утром проснулся, если я выспался, то у меня там есть силы, то есть, какая-то, да? То есть, я в течение дня управляю этими силами. То есть, нужно что-то быстрее сделать, я быстрее делаю, нужно медленнее. Подожди, подожди, ты не туда поехал. Ты мне скажи, ты наш разговор записываешь? Я записываю, но я начал записывать со второго вопроса, с силы духа, вот именно, не с первого. плохо. Хороший разговор. У меня не пишется, поэтому у меня тебе просьба потом скинуть. Хорошо. Я думаю, всем будет интересно послушать. Вопрос главный, кто я? Ты мне его задаешь сейчас? Ну, вот да, вот ты кто? Когда я вообще себя прямо осознал, я вечное бытие. я себя так осознал. Потом, когда я начал больше, глубже исследовать этот процесс, я осознал себя как наблюдатель. Вечный наблюдатель. Подожди, подожди, наблюдатель от слова наблюдать. То есть, это от слова действия. То есть, как тебе сказать? Внимать, внимание, внимать. Электрик, это не ты, это профессия. То есть, все, что связано с электричеством. То есть, по слову электрик можно понять, что человек имеет дело с электричеством и делает все, что связано с электричеством. Но кто этот электрик? Вот внутри физического тела кто? Внутри физического тела я наблюдаю 9 психических процессов и осознаю их как душу. Но я не могу сказать, что я наблюдаю, кто я. Я отвечаю, когда я себя осознал, я вечное бытие. Я уже ответил на этот вопрос. Я просто вечное бытие. У меня есть свойство наблюдать. Что такое бытие? Бытие. Что такое бытие? Существование. Термин существования. Бытие как бы. Я описываю с точки зрения свойства. То есть это... По сути это ты вечно существуешь, правильно? Да. Это свойство твое. А кто ты? Это мое свойство. Вот вечное бытие это твое свойство. То есть ты вечно существуешь. А кто ты? Круто, круто. Хороший вопрос. А я еще не нашел ответа на этот вопрос. Давай вместе найдем. Давай. Легко и балко. Давай. С удовольствием вообще. Вот ты произнес слово дух. Да. Что такое дух? Дух? Ну вот для меня дух это и есть всепронизывающее вечное бытие. Ну как я воспринимаю. Как я понимаю это слово. Опять же ты описываешь свойство духа, что оно все пронизывает. А что такое дух? Ну если мы смотрим с точки зрения буквицы. То есть дух это Д буква развития, достаток, накопление, множение, приобретение. Образ буквы Д. Полнота, гармония, возвышение. У. Зов. Послание. Их. Подожди. Вселенская равновесие. Да. Давай, давай, подожди, давай определимся. У каждого слова должно быть универсальное определение, короткое, скажем так, минимально короткое, но максимально описывающее полностью данное явление. Вот слову дух нужно дать такое определение, чтобы было минимум слов, но максимум смысла. То есть условие необходимости и достаточности, то есть необходимо произнести ровно столько слов, чтобы был смысл, но при этом ровно столько, чтобы было достаточно, то есть ограничено в количестве слов. Понимаю. А условие универсальности заключается в том, что это универсальное определение будет применимо везде, всегда и во всём. Ну, то есть на любом примере это определение будет подходить. Смотри, мы можем сейчас с тобой попробовать это определение, или я могу попробовать это, но для меня это определённый процесс энергоёмкий, то есть это процесс погружения. То есть я сосредотачиваюсь, и когда я исследую эти образы, первообразы, например, на основе буквицы, и тогда я начинаю понимать, соприкасаться с первообразом самого слова. Например, как вот мы недавно разбирали первообраз у консервы, первообраз кон, что такое кон. Подожди, ты уходишь в сторону, давай со словом дух разбираться. Раз уж не можешь дать универсальное определение, давай зайдём с другой стороны, с практической точки зрения. У человека есть дух? У человека есть дух, да. У тебя есть дух? Да. Так, а у животных есть дух? Ну вот под вопросом. Почему? Ну чем отличается человек от животного, ключевое отличие? Человек, вот у нас есть, например, я как, вот я воспринимаю, сейчас я тогда объясню прямо эту концепцию, как я вижу у себя в голове, да, как я воспринимаю. Есть материя и есть дух. Вот ручка, она падает, да, вот почему она падает? Потому что материя, она по определённым законам материальной природы, она этим законам подчиняется, обретает все эти свойства и так далее. Откуда берутся эти законы? Законы берутся от первотворца, да, то есть первотворец, он, вот эти духовные законы, они пронизывают собой, то есть это не материальная совершенно субстанция, да, она пронизывает собой всю материальную природу, и эта материальная природа начинает в соответствии с этими законами разные взаимодействия происходить. Дальше, в природе, в материальной природе есть животные и люди, да, то есть человеки, мужчины и женщины. Отличительная черта человека от животного в том, что человек способен извлекать вот эти законы, да, то есть воспринимать вот эти законы первотворца и тоже влиять на материальную природу таким образом, чтобы, например, создавать комфорт вокруг себя. Животные этим не обладают, они действуют чисто инстинктивно, то есть если птичка, она плетет гнездо, это у нее инстинктивно прописанная программа, то есть животные не обладают такой способностью изменять материю настолько, чтобы превращать этот мир в хаос, понимаешь? Ты уклоняешься от вопроса, что такое дух? Есть ли он у животных? Если, я не уклоняюсь, я пытаюсь найти ответ, то есть если, ну для меня это под вопросом, ты, говоришь, уклоняешься от ответа. Я это вижу с двух точек зрения, это можно с двух точек зрения увидеть, что у животного есть дух, но нету разума, да, и поэтому они так себя ведут в природе. С чего ты взял, что у животных нет разума? Ну, потому что они, свобода выбора у них ограничена максимально. С чего ты взял? Ну, потому что они, а как с чего я взял? Потому что они строго, то есть если убрать человека из материальной природы, тут будет гармония. Я тебе спрашиваю на конкретном примере, приведи мне пример, который доказывает, что у животного нет разума. Доказывает, что у животного нет разума, смотря, что он подразумен под разумом. То есть, да, есть разные, может быть, форма эволюции этого разума, да, то есть самая высшая форма эволюции разума у кого? У обезьян. То есть они там быстро начинают соображать, как, что делать, то есть есть разные эксперименты на эту тему. Но есть человеческая форма разума, и она отличается от животных. Ты согласен с этим или нет? Ну, человек-человек у разных людей тоже разный разум. У разных людей разный разум, но потенциал-то один и тот же должен, по факту, или нет? Нет. Хорошо. Тогда я не знаю ответа на это вопрос. Я не знаю этого вопроса. Наконец-то, наконец-то услышал то, что хотел. Я тебе только об этом хотел сказать, и ты уже сам сказал. Давай двигаться быстро. Чем быстрее будем двигаться, тем быстрее процесс пройдет. Если я тебе задал вопрос, и ты не знаешь на него ответ, так и скажи, не знаю, предполагаю, вот так, вот так. Все. Ну, вот я так и сказал. Я предполагаю, вот так вот, я сказал, не знаю, да. Ты вот только сейчас произнес слово «не знаю». Это, например, у тебя пять минут на это ушло. Ну, у меня так процессы происходят. Ну. Так давай дальше разбираться. Если ты будешь пять минут отвечать на каждый мой вопрос, у нас два дня уйдет. Все услышал, давай, я буду стараться быстрее. Да не надо быстрее, надо по правде говорить. И по правде. Если я тебя спросил, есть ли дух у животных, ты так и говори. Я еще не разобрался. Я не разобрался, да. Не разобрался, не знаю. Так давай разбираться. Давай. Что такое дух вообще? Смотри, есть такая пословица «пал духом». Что она означает? Она означает... Ну, потерял силу воли, как минимум. Вот даже с моей точки зрения. Пал духом. Пал духом. Утратил какие-то высшие ценности. Как я это воспринимаю? В точной формулировке я не знаю, что значит «пал духом». Давай разбираться. Человек, который пал духом, нельзя сказать, что нет у него воли. У него есть воля. Он просто ничего не хочет. А если он говорит, что он ничего не хочет или дает понятие, что он ничего не хочет, это уже проявление воли. То есть воля есть. Вопрос в другом. Он не хочет ее проявлять. То есть нету духа. Пал духом. Ну, допустим... А, еще есть фраза такая «дух испустил». Про кого говорится? Когда умер, дух испустил, да. Не обязательно. Вот в коме лежит человек. Физическое тело есть? Есть. Что-то он там... Внутри душа еще привязана к телу-то. А дух это нет. С ним не поговоришь, ничего. То есть это реакция много. А бывает так, что пришел в себя и лежит просто глазами моргает. Овощ, как говорят. Душа есть. Дух минимальный. Хватает только на то, чтобы моргать. Что я хотел сказать? Мы проясняем, что такое дух. Что такое полдога. То же самое у собак, допустим. Одна собака, маленькая такая какая-нибудь, выходит на улицу два хозяина. У одного бульдог здоровенный, а у другого какая-то карманная собачка. И вот эта карманная собачка, как давай этого бульдога гонять по всей улице. То есть у нее дух хоть отбавляй. А вот этого бульдога, он испугался и начал бегать от этой маленькой собачки. У кого больше духа? Маленькой собачки. Ну вот. А иногда бывает другой пример, если с собаками мы говорим. Есть собака, спокойно лежит, маленькая собачка лает, а та просто на нее не обращает внимания. Потому что понимает, что... Как бы даже... Ну, то есть ты видишь, можно мы можем видеть, что сила духа у этой овчарки гораздо больше, чем у этой тявкалки, которая там... Тявка это из какого-то страха, а не из силы духа. И она просто не обращает внимания на нее, не потому что у нее нет силы духа у этой овчарки, а потому что, как бы, наоборот, там сила духа и осознанности гораздо больше, чем у этой маленькой тявкалки, которая тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв-тяв из-за страха лает. То есть мощь духа позволяет не реагировать? Вот такие будут? Да. Так вот, давай записывать признаки духа. Вот из этих примеров. Давай. Какие-то можешь признаки духа описать? Так, признаки духа. Желание первое, то, что ты сказал. То есть у него, как бы, желание есть. То есть дух, он, то есть, желает. Потом... Способность действовать. Способность действовать. Способность действовать мы можем видеть у тела. То есть это проявляется, да, способность действовать. Не-не-не, не обязательно. Ты можешь силой, мощью духа действовать, даже не двигая физическим телом. Одним взглядом можешь так посмотреть, что... Ну да, 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 да. Больше духа так задавить, это... Собеседнику. Способность не действовать, соответственно, то, что я привел пример. Способность действовать и воздействовать на физический мир. Ну, примерно так. Мне действовать, воздействовать на физический мир. Воздействовать, да. Ну, согласен? Да, да, согласен, да, согласен. Ну... Так же свойства духа, так же свойства духа, так же я продолжу. Наблюдать, это тоже свойства духа. Потому что я через наблюдать. Нет? Ну, частично, да. То есть, допустим, тебе надо зачем-то наблюдать, там, я не знаю, этот, какой-нибудь спасатель на пляжу. Вот он уже три дня сидит и наблюдает. Не спал, не ел, короче, ему и спать, и кушать охота, и в туалет сходить. А он силой духа, мощью духа, сам себя заставляет не идти, не спать, не кушать, не в туалет. Вот он наблюдает за тем, что происходит на море. Вот для этого нужна мощь духа, чтобы заставлять себя не действовать. Мощь духа, да, мощь духа нужна, чтобы наблюдать, я понял. Наблюдать и контролировать все свои инстинкты, желания, потребности и всё остальное. Чтобы наблюдать. Мощь духа, чтобы наблюдать. Да, это так круто. Давай упрощайте. Наблюдать – это одно из действий. Это одно из действий, да, да, да. Это одно из действий. Мощь духа необходима, чтобы действовать и бездействовать. Ага, согласен. Ну и, соответственно, откуда эта мощь берётся? Хороший вопрос, откуда она берётся, эта мощь. Вот смотри, же рождаются, например, даже щенки, например, мы смотрим. Один со слабой духом, мощью духа родился. Другой, наоборот, он такой более сильный. Он туда-сюда, как бы, всех там раскидывает. Первый к титьке лезет там. Откуда она берётся, эта мощь духа? Ну, не из титьки же? Не из титьки, нет. Нет, ну иногда есть титьки. Ну, как бы, если не будет титьки, мощь духа точно не будет развиваться в этом теле. Нет, не будет развиваться физическое тело. Физическое тело? Всё взаимосвязано. Дух, душа и физическое тело. Да, они взаимосвязаны, это я согласен. Когда говорят, кто такой человек, обычно это дух, душа и физическое тело. Ну, и добавляют там разум и всё остальное. Так вот, мощь духа, по сути, это, ну и я тебе скажу своё мнение, это тот самый поток света из души и от Творца, который и даёт всю вот эту мощь. То есть, чем больше у тебя света внутри, тем больше ты можешь воздействовать. То есть, вот этот свет, он нужен для того, чтобы совершать какие-то действия и либо, наоборот, не действовать в какой-то конкретной ситуации. Да. Поток света Творца. Примерно согласен? Да, да, конечно, да, да, согласен. Ну, вот тебе и различия. Одному щенку много света дали, другому меньше. Отчего это зависит, но это можно долго разбирать. Есть теория, что кто что, как говорится, накормил в прошлой жизни. То есть, это заслужил. Да, смотри. Пойду. Подожди, договорю. Поэтому в этой жизни этому щенку дали меньше духа, а этому побольше. На начальном этапе. Но это не значит, что у него на всю жизнь так. То есть, параметры по умолчанию при рождении. Тут ясно? Да, да, с этим ясно. То есть, мы в определении духа, его, как минимум, свойств, и его определение прояснили духа. А теперь давай вспомним примеры. То есть, надо найти крайности, чтобы определить золотую середину. Кто такой человек без духа? Вообще нету духа. Вообще нету духа. То есть, пример это у нас, он лежит в коме. То есть, дух куда-то испустил дух, он лежит в коме. Вот вообще нету духа. То есть, бездействует абсолютно? Бездействует, да, абсолютно. Не способен управлять своим телом? Не способен, да. А кто такой человек с максимальным духом? С максимальным духом? Тот, кто действует. Созидательно действует. Он активно действует. Не просто действует, а лучше всех действует. Лучше всех действует. Ну да, лучше всех действует. Примеры из жизни, из телевизора. Примеры из телевизора? Супергерои, что ли? Можно сказать, что у них дух максимально развит? Ну, по сравнению с людьми, да, можно сказать. То есть дух – это, по сути, сверхпособность, максимальное проявление? Да, да, сверхпособность, точно. То есть он не просто способен управлять своим телом, он способен его заставить делать то, что у других не получается? Да, да. Так, с духом ясно всё? Да. Или, допустим, проявление духа. Я видел пример, я не знаю, правда это или нет. Так, дух, дух, дух. А, во, пример хотел тебе привести. То есть дух – это способность действовать. А теперь давай другая крайность – бездействовать. То есть заставлять себя не двигаться, не делать ничего. Вот одно из проявлений, не знаю, правда или нет, видел в этом. Монах какой-то сидит в этом, в чане с водой. А под чаном костёр разжжён. И температура там, я не знаю, 80 градусов или сколько. Он сидит и не варится там нифига. Да, я понимаю, есть разные такие штуки. И с чаном с водой, и костры вокруг себя разводят. И всякие йоги там, мистики. Да, или вон моржевание то же самое. Я вот моржеванием занимался. Первый раз, когда заходишь, у тебя просто колоссальный стресс. И очень трудно себя заставить остаться в воде хотя бы 2-3 секунды. И вот с помощью духа заставляешь себя это, ну как бы, естественно, с обратной связью для тела. То есть слушаешь тело, тело так говорит, типа, ты чё делаешь, тут какая-то фигня происходит, очень холодно, давай вылазь быстрее. А через разум, проявляя мощь духа, говоришь, нет, ты способный, ты, ну как бы, диалог с телом открываешь, говоришь, нет, ты способный ещё. И вот когда тело уже кричит, всё, кирдык. Вот тогда ты, проявляя разум, выходишь из воды, и у тебя тело закаляется. А потом это, ну то есть проявляешь силу духа, чтобы не вылазить. Во-первых, проявляешь силу, мощь духа, чтобы залезть туда, потому что тело тоже сопротивляется. И разум, и ум, и тело сопротивляется. А потом мощь духа проявляешь, залазишь. А потом мощью духа заставляешь себя там хотя бы секунд 10. в этой ледяной воде пробыть. А потом только выходишь. Вот она мощь духа. А те, кто слаб духом, они даже не подходят к этой проруби. А если и залезут, то быстро выскочат. Тогда давай другую крайность сразу. То есть смотри, ты на двух крайностях, то есть бездействует со всем, и действует со сверхспособностями. Ты разворачиваешь... То есть горизонтальные полярности и вертикальную полярность развернул. Теперь давай развернем вертикальную полярность на бездействует которой. Это как? Слабый духом. Вот он либо бездействует вообще, либо он, получается, подчиняется. Просто подчиняется. То есть он не способен действовать по собственной воле и проявлять свою мощь духа. Вот смотри, когда залазишь в воду ледяную, у тебя проявляется инстинкт самосохранения. То есть физическое тело вопит. Не надо, мне будет холодно. То есть инстинкт самосохранения, он очень мощный у физического тела. И у многих он очень развит. То есть два инстинкта самых главных. Продолжение рода и инстинкт самосохранения. Так вот, мощь духа позволяет превзойти этот инстинкт самосохранения и заставить самого себя зайти в эту ледяную воду. Это я понял. А вот без духа, когда нет духа, то есть это о чём говорит, что давай весы представим. На одной чаше весов инстинкт самосохранения физического тела, а на другой чаше весов мощь духа и, скажем так, цель, разум. Цель и разума, разум, цель и мощь духа. То есть мне нужно зайти, чтобы закалиться, закалить своё тело. Потому что я знаю, что это мне принесёт в итоге здоровье. Потому что разум, он способен во времени, мысли, в будущем мне это принесёт пользу. А физическое тело, оно не способное на будущее думать. Оно думает, здесь, сейчас, мне грозит опасность, я не хочу. И вот получается, что у тех, у кого на другой чаше весов отсутствует мощь духа, несмотря на то, что там присутствует и разум, и воля, но нету мощи духа, ноль эта составляющая, то получается инстинкт физического тела перевешивает. И получается, человек живёт чисто инстинктами, физическим телом, умом, физическим телом и инстинктами. Вот это слабый духом называется. Да, отлично. И сейчас как раз именно их и вакцизируют. То, что вот поговорили, вот эта метка дьявола и так далее, то есть полностью подавляют, то есть дальше куда-то их загоняют, полностью подавляют, чтобы вообще вот этот свет, силы, мощи духа даже не мог проявляться вообще, чтобы они полностью были в подчинённом, как животные, потому что говорят метка зверя, то есть в животное состояние. Совершенно верно. Инстинкты – это первое, ну как сказать, вот животные в основном действуют инстинктивно, хотя и собаки, и кошки есть множество примеров, когда они проявляют разум и готовы даже пожертвовать собой ради спасения хозяина. То есть это превосходство разума и мощи духа над инстинктами. Даже у животных такое есть. Да, у животных тоже есть такое явление. Очень редко. А вот, ну да, ты прав, потому что когда человек, забывая, что такое воля, разум и мощь духа и не проявляя свою волю, у него перевешивают инстинкт, физическое тело, страх именно за жизнь физического тела и получается, ну вот, почти как животное ведёт себя. Отлично. Мы это разобрали. И теперь, то есть тот вопрос, собственно, с которого вы начинали. Как пробуждать мощь духа? Вот как помогать людям? Вот сейчас у нас есть время ещё какое-то, да? То есть, ну оно, в принципе, у нас всегда есть и оно вечно, это время. Ну и тем более есть какие-то происходят игры. И вот сейчас в этой игре есть отрезок времени, когда у людей есть возможность пробудить в себе мощь духа. Как мы можем им помогать? Вот у меня такое есть желание. То есть, это искреннее желание помогать людям проявлять мощь духа. Как ты видишь, как вот это максимально эффективно и в ускоренной форме можно делать? А вот для ответа на этот вопрос нужно разобраться с третьей составляющей – душа. Отлично. Давай. Давай разбираться, что такое душа. Я её вижу как девять этих способностей души. Ты опять начинаешь описывать свойства. Да, это свойства. Способности, свойства, действия. Да, да. Ну так а как же я могу... Я проникаю в суть явления, да? Через свойства. Сначала я воспринимаю свойства, а потом иду дальше. Я вижу жёлтое пятно. О, интересное жёлтое пятно. Я вижу это у жёлтого пятна форма автомобиля. Я подхожу ближе. О, у неё такие крутые диски. Понимаешь? И дальше я начинаю понимать, что это крутой понтиак. Ты что-то это... Ну, это пример просто такой был. Всё в кучу сбросил. Давай тот же подход использовать. Методом познания крайностей находим золотую середину и проверяем всё на примерах. Давай. Вот он принцип. Так. Что такое душа? У кого она есть? Всё начинается с вопросов. Вопросы двигателя по прогрессу. И познание. И осознание. У кого есть душа? У людей есть душа? Есть. А у животных? Тоже есть. А у растений? По-моему, нет. Вот это уже... Я не знаю. Ну, эксперименты доказывают, что есть. Ну, эксперименты, которые... А то, что они между собой как-то... Когда одному растению грозит опасность, они как-то сообщаются между собой на каком-то... Ну, это можно... Это инстинкт самосохранения называется. Погибнет твоё сосед, погибнет я. Вот и всё. А какие эксперименты говорят, что у растений есть душа? Ну, не знаю правильно, нет примеров. Но вот если... Проводили эксперименты, посадили несколько растений, и... Ну, допустим, 10 штук. И первым... Разные. И первым пяти говорили ласковые слова. А, там четыре группы было. Вот смотри, первая группа говорили ласково, ласковые слова. Второй группе говорили матершинные слова, но ласково. Третьей группе говорили матершинные слова со злобой. А четвёртой группе говорили ласковые слова, но со злобой. И они все по-разному росли. Вот хуже всех росло то, которому... злобно говорили матершинные слова. Да, это признак души. То есть это душевное восприятие окружающей среды. То есть душа ощущает, правильно? Душа ощущает, да. Это её ключевое свойство. Ощущает она, да. Так вот, что такое душа? Какие у нас примеры-то? А, во! Самый главный пример. «Продал душу дьяволу». Что это означает? «Продал душу дьяволу» это означает то, что вот эти инстинкты, животные инстинкты, вот эти телесные, да, они как бы... То есть ценности материальные, связанные с этими инстинктами животными, они превзошли ценности душевные или духовные, так называемые, да. и какие-то... А дух мы с тобой... Подожди, а дух мы с тобой что определили? Или это поток света? Дух — это поток света Творца, да. Вот смотри, что такое «продал душу дьяволу»? А, изначально она кому принадлежала? Душа? Да. Ну, изначально, как я вижу, это взаимоотношение духа и души. То есть сказать, что она мне принадлежит, если вот прям... Я не могу так сказать, но то, что я состою с ней во взаимоотношениях с душой, это да. Ну, а кем она дана? Ну, да, но она тоже Творцом. Вот, значит, «продал душу дьяволу» — это значит, то, что тебе было дано от Творца, ты передал на другую, противоположную сторону, в сторону тьмы. Так вот тебе поясняю, душа — это тот самый канал и поток, через который ты получаешь либо свет, либо тьму. А точнее сказать, и то, и другое одновременно. Вот можно сказать, что Творец — это всё, Бог — это светлая часть, дьявол — это тёмная часть. И когда человек продаёт свою душу дьяволу, он отрекается от светлой части, от Бога, и уходит полностью на сторону тьмы. И в душе у него царит тьма. А что такое тьма? Тьма — это низкие вибрации, это низменные потребности, это сплошные инстинкты, это отрицательные эмоции, это сплошной негатив, это сплошные, скажем так, негативные мысли, поступки и всё остальное. Это злая воля, извиняюсь, что перебиваю. И также это ненависть, то есть выражение ненависти. Ну да, да, да. Тьма. Тьма, да. Так вот я тебе скажу, что каждый человек состоит из двух половинок — и светлый, и темный. И в любой момент времени ты вправе сделать выбор, вот тот самый кон свободы воли, который позволяет тебе в любой момент времени выбрать либо негативную сторону, либо позитивную. Так вот душа — это именно тот самый выбор. То есть через душу поступает поток либо тьмы, либо света, либо от Бога, либо от дьявола. И ты в любой момент можешь выбрать. Вот как говорят про человека, поганенькая у него душа, душонка. Это о чём говорить? Что он большую часть своей жизни делает выбор в сторону тьмы. То есть он вот этот канал, ну, как говорится, ну, примерно это так, что к тебе вот подходит это. У тебя есть питательный шланг, который вот питает твой дух. А чем он будет питаться? Выбираешь ты. Ты либо вверх его к Творцу подсоединяешь, к Богу, либо вниз. Не говоря, тьму подпитывать. Либо тьмой подпитываешь, либо света. Так вот, когда продал душу дьяволу, это получается ты свой выбор навсегда и окончательно сделал так, что вверху ты сам себе всё закрыл и подпитываешься только снизу. Да-да-да. Смотри, то, что я вижу тоже, вот как с точки зрения вот этих девяти психических свойств души, то есть есть семь свойств, это которые... Первые семь – это до выражения, которые идут, и верхние два – это как раз то, что мышление и понимание. То есть вот это то, что сверху подпитывается. Когда мы вот с помощью этого мышления и понимания, когда мы понимаем что-то, да, уже как будто... Иногда мы можем делать выбор неосознанно. Ну, я не знал, я не понимал, да, то есть я как-то вот запрограммированно действовал по привычке, да, там, с детства и так далее. А вдруг в какой-то момент понял, да, что-то увидел, понял, и ты раз уже в этот момент ты, хоп, становишься перед выбором. Поступить по-старому, по привычке, или в связи, или уже с новым пониманием, с осознанием того, что это на самом деле вот приводит к таким-то последствиям. То есть есть поток, идущий сверху, и есть поток, идущий снизу. Да, и вот это всё очень хорошо раскрывается в очень знаменитой саге «Звёздные войны». Там, как говорится, познай тёмную сторону силы и сможешь познать секреты бессмертия. То есть знания везде одинаковые. И что вверху, что и внизу, что на светлой стороне, что на тёмной стороне. И там, и там можно бессмертия достичь. Но вопрос каким путём? Через злость или через созидание? Да, и это выбор получается индивидуальный. И всегда эти силы, тёмные и светлые силы, они всегда были, есть и будут. То есть я их воспринимаю как… Ну, как бы не то, что что-то плохо или хорошо, добро, зло. То есть есть, например, дети и есть взрослые. То есть ребёнок, он ещё не до конца осознан, и он действует каким-то таким образом, то есть неосознанно. А взрослый, он уже более осознанный, то есть он действует более созидательно. Ребёнок, например, вот он ещё сиську, ему нужны игрушки и так далее, он как бы более эгоистичен. И также получается… Подожди, подожди. Что? Что ты опять про сиськи заговорил? Некоторым взрослым тоже нужны. Смотри, я про другое. Я про то, что вот есть ангелы, вот это вот ангелы и демоны, то есть это всегда же, то есть добро и зло, ангелы и демоны. То есть они всегда есть и будут. И между ними всегда будет вот это вот взаимодействие. То есть для пробуждения вот этой мощи Духа, по большому счёту. Это и есть принцип всего мироздания, принцип весов. На одной чаше светлая часть, но на другой стороне тёмная часть. И всегда идёт колебание этих весов. Вот колебание весов – это и есть жизнь. Всегда есть выбор. И самый главный смысл фильма «Звёздные войны» в том, что там вот сколько, да, не говорится, что либо ты на светлой стороне, либо на тёмной. Назад пути нет. Ну, вот этого Эникина-то. Типа ты уйдёшь на тёмную сторону, и всё, никогда назад не вернёшься. И оно тебя поработит полностью, навсегда. Но в конце показывается, что вот этот Дарт Вейдер, он в итоге сделал выбор, он осознал, что он может сделать выбор. А силой Духа, ой, мощи Духа ему, это, у него была. Ну, очень мощный был. У него мощь Духа была настолько, что он обладался сверхспособностями. Но, тем не менее, он сделал осознанный выбор в конце, перед смертью, в сторону света. То есть, он спас сына. Это я «Звёздные войны», честно говорю, смотрел, и я в них немножко там запутался, да, то есть, у них там обратная вот эта вот последовательность. Это ты про какую часть говоришь, где вот он делает этот выбор? Ну, шестая, последняя. Последняя. Он на императора выкинул там куда-то в трубу, поднял его и выкинул. Шестая, последняя, это та, что первая была выпущена? Нет. Изначально они выпустили четвёртую, пятую, шестую, а вот в 2000-е годы они выпустили первую, вторую, третью. Ага, понял. Заканчивая всё вот этим, что он сделал свой созданный выбор, он сначала был на стороне света, то есть, из него сделали джедаи, он служил свету, созидал, использовал сверхспособности, мощь духа, сторону света, то есть, созидал там, помогал, добрый делодел. Но из-за того, что у него там жена, точнее, не жена, а это, ну, женщина его забеременела, забеременела, и он увидел во сне, что это, она может умереть. Его этот, тёмные силы это соблазнили, и он перешёл на их сторону, и только из-за того, что они ему пообещали возможность раскрыть секрет бессмертия, и спасти и женщину его, и это, ребёнка. И он начал служить тёмной стороне. Ну, его, конечно, потом обманули, что ребёнок умер, что же эта женщина тоже умерла, что это он их убил. А для чего это сделать? Чтобы у него ещё больше злости появилось. И всё. И он очень надолго перешёл на тёмную сторону. То есть, он забыл про светлую его совсем. А Цин оказался мудрее. Ну, ему там подсказок много сделали по пути, и донесли до него информацию, что в твоём отце до сих пор есть светлая сторона. И он способен сделать выбор в сторону света. И вот главный смысл фильма в том, что в любой момент любой человек может сделать осознанный выбор туда или обратно. Для этого нужна только... Свобода воли. Она у всех есть. Но то, что мы сейчас наблюдаем, у людей не хватает... Свобода воли есть. Возможность сделать выбор есть. Не хватает мощи духа. Не хватает знаний об этом и о всём. что они способны делать выбор. Просто не хватает знаний. Но знания сейчас в открытом доступе. Да, и есть люди, которые закрыты даже для этих знаний. Ну, извини меня, фильм «Взвёздные войны» все видели, но никто его не... Вот в таком смысле мы... Мало людей знаю, кто восприняли этот фильм именно в том смысле, который я тебе рассказал. Да, я понимаю тебя. Да, я вообще... На самом деле, всё давно уже всё показано и рассказано во всех фильмах. Да, во всех фильмах. Да, они специально эти фильмы снимают. Они обязаны сообщать всю информацию всем. А вот воспринял ты эту информацию или нет, была ли у тебя воля на то, чтобы это... Вот если любой человек сядет и пересмотрит «Звёздные войны» или любой другой фильм, но прежде перед просмотром скажет сам себе или там, или вслух, я хочу понять тайный смысл этого фильма, я хочу осознать его полностью, вот как только он проявит эту волю, вот тогда... Вот только после этого ему всё это откроется. До тех пор для него это просто сказка, фантастика. Понятно. Так что всё зависит от проявления воли. Как тебе сказать? Первичный триггер — это воля. Вот как только любой скажет «Я хочу то-то или то-то», вот тогда начнут происходить чудеса. До этого момента ничего этого не будет. Будет простой, обыкновенный физический мир. Ну вот это круто сейчас, вот этот итог, он прям сейчас круто. Потому что вот эти люди Икс, то же самое, вот все сверхспособности, которые там описывают, показываются, это всё есть в реальности. Я знаю таких людей, у которых есть такие сверхспособности. Вот там есть отдельный сюжет, даже несколько таких сюжетов, не помню, как его зовут, такой молодой парень, такой он типа в наушниках, и он умел замедлять время. Не останавливать, а именно замедлять, я не знаю там сколько, раз 30 или 40. Ну короче, для него пуля, она вот летела со скоростью, ну как, как тебе сказать, ползет вот, сантиметр в это, в три секунды, вот так вот ползет пуля. И он, и там показывается сюжет, как в школе, там большой такой замок, типа школа, и там происходит какой-то сверхмощный взрыв. Так он, как только увидел, что происходит взрыв, он замедлил время, и за то время, пока происходил взрыв, он успел эвакуировать всю школу, там человек 50. Понимаешь? Ты знаком с такими людьми? Ты знаком с такими людьми? Я не то, что знаком, я сам такое испытывал. А, замедление времени. Да, я играл в пейнтбол, и когда остался один на поле боя против троих профессионалов, у них такие сверхскоростные спортивные маркеры, которые, ну, скорострельно стреляют, а у меня обычный прокатный, который там, ну, очень медленно стреляет. И когда я один против них остался, я понял, что если я сейчас буду сидеть и ничего не делать, то есть не проявлять мощь духа, то мне рано или поздно зайдут в спину, а спина не защищена. И вот особенно в поясницу, если попадает, очень-очень-очень больно. И у меня, я понял, что у меня, во-первых, сработал инстинкт самосохранения, и через инстинкт самосохранения с помощью мощи духа я вскочил и начал бегать так по карте, как никогда не бегал в своей жизни. Я их там всех загонял и всех победил. Но при этом, когда мы, допустим, я вот выбегаю из-за здания и вижу, что на меня бежит другой вот этот спортсмен, и он в меня стреляет, у меня происходит замедление времени. И я вижу, как каждая пуля летит в мою сторону, и я начинаю от них уклоняться. Я вижу, как мои пули летят, и я начинаю свой ствол так поворачивать, чтобы в него попадать. И вот эта вот наша с ним, как сказать, разбежка, там буквально полсекунды, да? Вот он там выстрелов в пять сделал, и я штуки два или три выстрела. В реальном времени это буквально полсекунды длилось. Я в него попал, он в меня нет. Но для меня эти полсекунды длились, ну, примерно полминуты. Полминуты. Понял. Крутое. Я таких приходов ловил две штуки. А после я увидел видео на YouTube-канале откровения ветерана войны Второй мировой. Там сидит такой мужчина, очень пожилой, лет под 80, с орденами, все, и он рассказывает то же самое, что во время войны он что-то там рядом с танком проползал и увидел, как в его сторону летит снаряд. И он, говорит, он так включил свои способности мозга, что замедлилось время, и он прям видел, как этот снаряд не то, что летел в его сторону, он видел, как он вращался. А потом он еще второй случай тоже рассказывал, как он сидел в танке внутри и говорит, вот за это, пробивает снаряд. броню залетает во внутрь танка и начинает там всячески летать. И он, говорит, он это все видел, у него замедление произошло опять. И он даже слышал, как этот снаряд пробил бак, бензобак, и этот бензобак выливался, и он прям слышал, как вот это вот буль, буль. И он все это рассказывает. Я смотрю его, и я понимаю, что у меня то же самое есть. И я понимаю, что я не один такой. Я понимаю, что таких много. Я понимаю, что такие способности есть у всех. А если есть эта способность, то есть и другие, которые озвучены и показаны в фильме «Люди Икс». «Люди Икс». Да, есть это тоже такое изучение, это отдельная тема, как она называется. Идзин, по-моему. И там расписаны эти способности. Их там 64 способностей. То есть, они в трех состояниях находятся. Одно вообще непроявленное состояние, когда мы действуем как реактивно, то есть, вот с этими эмоциями либо негативно, на этих инстинктивных уровнях. Потом, когда мы начинаем более-менее осознанно, когда мы от инстинктов избавляемся и осознанно начинаем управлять способностью. И потом, третий уровень это сверхспособности, когда мы уже мастерски проявляем эти способности, они там описаны, эти все. Так вот, я предполагаю по своим ощущениям, что когда я оказался вот один на поле боя против троих профессионалов, у меня мгновенно, я так сильно захотел, я так мощно проявил свою волю, я так мощно подсоединил весь этот поток со стороны Творца, со стороны вот этого света. То есть, я так сильно захотел победить, что, наверное, единственный способ победить в данной ситуации, это было открыть именно вот эту сверхспособность. И мне ее открыли. Я победил. Я когда вышел с поля боя, там, ну, все удивлялись. Там 20-летние пацаны, короче, спортсмены, которые давно этим занимаются, они говорят, как так? Я говорю, вот так. Круто. Отличный диалог. Я благодарствую тебя за этот диалог. Так, подожди, мы не ответили на самый главный вопрос. Как побудить людей? Но ты уже начал в конце раскрывать эту тему, и я для себя как бы ключевой сделал вывод. Во-первых, это знание, а во-вторых, это воля, я хочу. Наоборот. Первое, это воля. Я хочу всё знать, я хочу познать, осознать, я хочу изменить этот мир, я хочу встать на сторону света, кто куда. Куда хотите, туда идите, но главное проявить свою волю. Озвучить хотя бы мысленно внутри у себя в голове. Потому что творец-то всё слышит, всё видит, каждую мысль, каждое слово, каждый поступок. Он всё знает. Хотя бы мысленно проявите свою волю. Не обязательно открывать форточку и орать, я хочу замедлять время. Нет. Достаточно это озвучить мысленно. Но ещё я заметил по собственному опыту не только один раз, это постоянное намерение проявлять, то есть это временем ещё проявляет, твоё я хочу проявляется временем. Творец проверяет временем твоё я хочу всегда. Да, об этом этот Зеланд говорил, что сила намерения уж что ли так называет. То есть если вы просто сказали я хочу и забыли про это, ну, вряд ли это что-то получится. А вот если вы постоянно этого хотите и постоянно наращиваете мощь духа своего хотения, вот отсюда и пословица по, как же там говорится, ищите обрязчите или по способностям, что-то там пожеланию вашим будет дано. То есть чем больше, чем сильнее намерение, чем мощнее намерение, что я действительно этого хочу, я не просто так решил протестировать, а я на самом деле это хочу. Вот тогда будет дано. да, да, благодарство. Я, ну, для себя нашел я ответ на тот вопрос, который я искал. И искренне благодарен тебе за этот диалог. И еще самый главный момент. Не надо спасать других, не надо будить других, если у них на это нету воли. За это прилетит обратка. Спаси себя сам и тысячи спасутся вокруг. Вот те, кто услышит этот наш с тобой диалог, начните каждый сам себя. Вот если ты сам себя разбудишь, если ты сам себя просветишь, осветишь, просветлишься, осознаешь, то есть другие, смотря на тебя, захотят так же. То есть как разбудить других? Да никак. Надо себя разбудить, тогда другие, показать пример, тогда другие, увидя пример, возможно, захотят сделать то же самое. Вот я нахожусь в этом процессе, и поэтому я уточняю, синхронизируюсь, так скажем. И для этого мне этот вопрос и нужен был. Потому что то, что я делаю, как раз мне хочется делать это так, чтобы это был какой-то пример. И все. И в то же самое время есть определенные тоже способности, уже наработанные. то есть достаточно очень быстро помогать людям раскрывать вот эту мощь Духа определенными методами и способностями, которые я уже достаточно долго исследовал. Вот именно то, что я рассказывал, как это все там устроено и так далее. Опять же, у тебя задача, тебе нужно поменять. Не других разбудить, о себя. Вот когда ты это у себя все откроешь, когда ты это все познаешь, осознаешь, начнешь правильные терминологии, правильные слова использовать, когда тебе начнутся открываться определенные знания и осознания, и способности, когда другие увидят это сами, на твоем примере, тогда тебе не надо будет никого пробуждать. Они сами захотят пробудиться. Я это понял. Я это понял. Смотри, у меня как происходит процесс. Вот я уже давно это наблюдаю тоже за своими процессами. Шум какой-то с твоей стороны идет. Что такое? Нет, нет, ничего. Я как будто глушилки какие-то срабатывают. Возможно. Важную тему подняли. Да, важную тему. Оно прям жестко. Ну, давай перезвонимся. Давай, давай. так, вроде лучше слышно, вроде нет этого шума. У меня как происходит процесс, когда я что-то познаю, начинаю что-то делать. Я сначала узнал что-то, потом сделал это сам, понимаешь? а потом делюсь этим опытом и потом я выхожу уже дальше на следующий уровень еще более глубокого понимания, понимаешь? То есть, вот этот процесс делиться опытом того, что я понял и сделал, то есть, я понял, сделал, понял, когда я начинаю делиться опытом, я еще лучше понимаю и переходит на следующий уровень, то есть, еще следующее понимание происходит. То есть, у меня вот так этот процесс работает. Поэтому я и для себя и спрашиваю, как это лучше, по сути, для себя организовать, чтобы и вот этот естественный процесс, он был в таком, как бы, максимально эффективно работал. Всё правильно. Когда ты, как говорится, выдаёшь знания, ты тем самым освобождаешь место для новых знаний. Но эти знания нельзя вливать в уши другим насильно. Вот некоторые идут и начинают пробуждать своих близких, знакомых, друзей. Нельзя этого делать. Это я понимаю прекрасно. Извини, что перебиваю. Это я прекрасно понимаю. Подожди, подожди, я для других озвучиваю. Если вы начнёте, как говорится, насильно вливать информацию в уши, вы получите обратку. А вот когда ты изливаешь в никуда, то есть вот у меня ютуб-канал, у тебя там ещё, наверное, какие-то другие источники, то есть ты выливаешь в эфир, в общее пространство. А кому надо, то проявит свою волю, его направит, и он найдёт эту информацию рано или поздно. Сам, добровольно, по своей воле. Да, я согласен. Потому что если мы когда насильно, это мы нарушаем опять закон свободы воли. Кон, вернее, кон этот свободы воли. Так, ну что, вопросы? Да, у меня не осталось вопросов. Я для себя это всё прояснил. Даже вот это то, что как-то вот в общем хочется создать что-то типа сериала по выходу из «Матрицы РФ» на живом примере. Я для себя нашёл вот ответ. Как бы каких-то прям вот… Да при чём тут «Матрица»? При чём тут «РФ»? Это сейчас, да, сейчас уже на фоне всего диалога, это уже будет такой вопрос, как бы детский, 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 да, да. Понимаешь? Самое главное – это себя разбудить, себя спасти, самоосознать, кто ты. Да, это самое главное. Это я вот как раз больше всего сейчас осознаю, да. Дальше уже мы только каждый раз подтверждаем своё самоосознание, свою самую идентификацию, самоопределение своими действиями и взаимодействием со всеми остальными системами, которые тут по нас созданы. Так оно и есть. Благодарствую. Нижайший поклон и благодарность за этот диалог. Запись пришлю. Надеюсь, всё хорошо записалось. Благодарствую. Всё. Давай, счастливо. 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 Субтитры подогнал «Симон»